Здравствуйте, друзья! Многие из вас, наверное, задавались вопросом, а почему наши кошки мурлыкают? И сегодня мы постараемся ответить на данный вопрос. Наверное, мало что может сравниться с мурлыканьем кошки и особенно с тем чувством, которое оно вызывает у людей. Вспомните свою кошку-мурку, ну или барсика. Этот звук способен творить чудеса с окружающими и преображать любое пространство в лучшую сторону. Почему же кошки делают это и, главное, как? Самое интересное, что совершив массу открытий, человек до сих пор однозначно не может ответить на этот вопрос. Существует две гипотезы, как это происходит. Мурлыканье происходит и на вдохе, и на выдохе. Способность эта врожденная и проявляется с первых дней жизни. Принято считать, что это своеобразный сигнал, при помощи которого животное как бы сообщает о своем определенном эмоциональном состоянии. И ошибочным считается мнение, что кошки мурлычут только когда им хорошо. Эмоции кошек, впрочем, как и всех остальных животных существ бывают положительными и отрицательными. И наши любимцы мурлычут в обоих случаях. Когда кошкам хорошо, они мурлычут. И это они начинают делать даже прежде, чем научатся мяукать. Так котята общаются с мамой, ведь сосать молоко и мяукать одновременно невозможно. Поэтому они и издают мурчащие звуки удовольствия. И уже взрослое животное поступает так же, когда ему хорошо. Может кошка мурлыкать и в момент опасности. Таким образом, она выдает себя за беззащитное существо, не способное или не желающее вступать в противостояние с противником. Кроме того, с помощью мурлыкания кошка может пытаться вызвать жалость у окружающих. И здесь ученые столкнулись с интересным явлением. Некоторые животных научились издавать усредненный звук мяукания и мурлыкания, который по своей тембральной окраске напоминает плач ребенка. Издается этот звук сознательно, чтобы добиться желаемого человека и позволяет животным прекрасно манипулировать хозяином или окружающими. Как вы думаете, являются ли кошки единственными животными, умеющими мурчать? Задумались? Вовсе нет. Около 15 видов крупных диких кошек могут издавать эти звуки, в том числе рыси, гепарды и пумы. Похожие звуки могут издавать даже еноты. Интересным является тот факт, что многие кошки замолкают и перестают мурчать, как только услышат звук льющейся воды. Многие ветеринары используют этот прием, чтобы прослушать сердце животного. И в заключении хочется добавить, что громкое смурлыкание – это тоже показатель состояния кошки. Если кошка делает это тихо, то, скорее всего, она в чем-то нуждается, хочет попросить или сообщить о чем-то. И напротив, громко мурчащая кошка – это довольная кошка. Таким образом, она проявляет вам свою благодарность за то, что вы стараетесь сделать ее счастливой. Всем мур-мур, друзья!